Здравствуйте! Это программа о душевном здоровье. Мы говорим о семье. Именно она, семья, и является колыбелью душевного здоровья человека. Мы с вами уже выяснили целый ряд угроз существованию семьи в нашей стране. Сегодня мне хотелось бы продолжить разговор на эту тему и посмотреть на еще некоторые угрозы, которые существуют. Но начать бы хотелось, как говорится, от Адама. Посмотрите, как в заповедях Божьих, которые доставились нам еще до грехопадения, нашим прародителям, до грехопадения, обозначается роль мужчины и женщины в семье. Адаму Бог заповедал в поте лица добывать хлеб свой насущный. Но не для себя одного, ведь Адам не один, нехорошо человеку быть одному. Адам не разлучился с Евой после грехопадения. Они продолжали оставаться семьей. А Еве Бог дал заповедь, будешь иметь влечение к мужу, и в муках будешь рожать детей твоих. Вот это в самом элементарном виде, в таком самом простом, понятном даже детям, обозначена функция мужчины и женщины в семье. Мужчина должен обеспечивать семью. Здесь, в уже падшем состоянии, человеку нужно затрачивать огромные усилия для того, чтобы обеспечить свою жизнедеятельность, а тем более жизнедеятельность своей семьи. Поэтому роль мужчины и должна сводиться к тому, чтобы обеспечить жизнь семьи, ее потребности здесь, на земле. А задача женщины – это рожать и воспитывать детей. Обеспечивать внутренний уют, атмосферу в доме, где было бы хорошо и мужем, и детям. И это и есть христианский взгляд на распределение мужских и женских обязанностей. И все наши предки этого взгляда всегда придерживались. И пока придерживались, семья была у нас здоровой. У нас были многодетные семьи, у нас каждый занимался своим делом. Несмотря на то, что женщины тоже трудились. Но все-таки основная ноша по обеспечению семьи ложилась на мужчин, на мужа, на отца. А женщины в этом плане были только помощницами. И мужчина всегда был стратегом в семье. Он определял стратегическое развитие семьи и стратегию воспитания детей. А непосредственно этим занималась, конечно, женщина. И делали они это не порознь, а вместе, единодушно. Эти распределения обязанностей, они не подразумевают разделение, а такое гармоничное соединение функции мужа и жены. По отношению друг к другу и по отношению к детям. Ну а теперь давайте посмотрим, чем мы расплачиваемся за попытку европеизации нашего народа и за попытку отказа от христианства. У нас нет сейчас представления о том, чем должен заниматься муж и чем должна заниматься жена. Это каждая вновь созданная семья изобретает самостоятельно. И определяется это все человеческим эгоизмом больше ничем. Каждый настаивает на своем и сильно подминает слабого, если тот подминается. А если не подминается, значит семья рушится. И все перепутано. Мы за годы советской власти уже отвыкли от того, что жена должна заниматься только домашним хозяйством, только детьми, только обеспечением быта внутри семьи. Чтобы мужу и детям было хорошо, чтобы дети воспитывались под ее любовным вниманием и попечением материнским. Наши женщины с первых лет советской власти пошли работать. Все. И в городе, и на селе, и у нас появились так называемые служащие, работницы, пролетарки. И забота о воспитании детей взяло на себя государство. Именно тогда у нас стали появляться детские приюты под названием детские сады. Потому что, по большому счету, там находились беспризорники, которые с утра до вечера не видели своих родителей, а видели только лица чужих тетенек, которые, в общем-то, не могли даже позволить себе любить этих детей, которые им чужие, так как своих. И, конечно, это был самый ущербный вариант воспитания. Несмотря на то, что воспитанию в Советской империи придавалось большое значение, но при таком подходе к нему, к воспитанию, очень трудно было воспитать личностные качества человеку, которые обеспечивали бы ему развитие человека, как личности полноценной. Потому что нет матери. Мать не видит своих детей. Хотя она есть, она живая, но мама на работе. Да, советское государство сделало это намеренно, потому что необходимо было создавать новый тип человека. Советского человека. Строители коммунизма. И это была так называемая жертва. И мы опять видим, что это жертва детская. Мы жертвовали своими детьми, как древние язычники. И за годы советской власти и отцы, и матери радикально разучились общаться со своими детьми. Они не знают, о чем с ними разговаривать. Они не знают, к чему их воспитывать. Что нужно всевать в души своих детей, для того, чтобы они развивались полноценно, как личности. Вообще, к чему сводится процесс воспитания? Современные родители имеют очень и очень смутное представление об этом. Потому что источник знаний был прерван. Между церковью и народом была поставлена железная стена, через которую никто не мог пробиться. Ну вот и в конце концов мы имеем сейчас такой результат, что мы дотренированы абсолютно в плане воспитания своих детей. У нас женщины трудятся, и они не представляют себе, как это можно не работать. Конечно, многие из женщин мечтают не работать. И те женщины, чьи мужья в состоянии обеспечить и их, и детей, они могут себе это позволить. Но большая часть женщин наших рвется в общество, не в семью, нет-нет, наоборот, из семьи в общество, в трудовой коллектив, в корпоратив. Там, где, наоборот, она отключается от своих семейных проблем, где она может позволить себе расслабиться и жить так, как она жила до того, как стала женой. Такими же интересами, хотя бы виртуально, семья для женщины становится в тягость. И опять-таки потому, что она плохо себе представляет, а что она должна там делать в семье? Зачем она там нужна? Ведь есть же детские сады. У нас сейчас самая главная проблема для молодых семей – это как обеспечить себе место в детском саду для своего единственного ребенка. Я уж не говорю там про второго, третьего ребенка. Нет, одного, единственного ребенка как бы устроить вот туда, в детский сад, чтобы им не заниматься. И наше государство встает на эту же позицию и помогает, и будут строиться новые детские сады, и будут возвращаться из непрофильного использования эти здания, которые были переданы в предыдущие годы другим организациям, другим службам. Государство будет помогать женщинам оставаться на этих позициях, не заниматься своими детьми. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну хорошо, если сейчас наши женщины российские, все вернутся в семью к детям и будут ими заниматься. А кто будет заниматься нашим хозяйством государственным, кто будет заниматься нашей экономикой, кто будет учить наших детей в школах? У нас учителя одни женщины. Кто будет заниматься в сфере обслуживания? Мужчины что ли? Нет, мужчины этого делать не умеют. И наши мужчины тоже избалованы из-за годы советской власти, особенно за последние 20 лет, избалованы тем, что семью обеспечивают женщины, жена. А муж, даже имеющий образование и профессию, может позволить себе не работать. И мы видим, что многие мужчины сейчас так называемые неработающие или перебивающиеся случайными заработками. Это огромная армия мужчин, которые сидят на шее у своих жен. Мы просто этой статистики не знаем, но это очень большой процент населения нашей страны, поверьте. И на таких мужчин положиться нельзя, ни в семье и нигде. Женщина не может себе позволить расслабиться и заниматься только своими прямыми обязанностями, богом установленными. Потому что ей не на кого положиться. Муж не будет в поте лица добывать хлеб свой насущный. Он будет ждать, когда ему принесут на блюдечке ту работу, которая его устроит. А тем временем работать будет жена. Ну и вот эта неразбериха в семейных отношениях, в том, кто чем должен заниматься, посевает такое смятение в умах людей, что люди просто теряют всякую ответственность друг за друга перед Богом и перед людьми. А о Боге просто нет речи, не перед кем, а нести ответственность. А перед людьми тем более. Потому что каждый сейчас предоставлен сам себе. И что такое семья, четкого определения, которое бы всевало в сознание, в сердце человека, чувство ответственности за семью? Нет. Поэтому мы видим, что семья как институт перестает потихонечку существовать. Она превращается во что-то аморфное, неопределенное и малоинтересное. Мало кому нужное. Мы видим, что люди, становясь мужем и женой, не обретают счастье в семье, а наоборот, они страдают, мучаются. И смысла этих страданий не понимают. Они не знают, зачем они должны терпеть друг друга. Зачем они должны друг друга принимать такими, какие они есть. Если они любят себя больше всего на свете. Поэтому наши семьи – это что-то такое очень и очень виртуальное. Вот которое сегодня есть, завтра нет. Как некий призрак. И это само по себе ставит под вопрос существования нашего народа, нашей нации. Мы сейчас имеем огромный процент семейного пьянства. Семейного – это когда один из супругов страдает хроническим алкоголизмом. Это возможно только тогда, когда этот супруг не знает, кто он в семье. Зачем он муж? Зачем он отец? Зачем она жена? Это не является краеугольным камнем его самосознания. Нет. Муж и жена для этих людей – только ярлычок поверхностный, где-то там приклеенный на поверхности руки. И ни к чему его не обязывающий. Абсолютно. Он может позволить себе жить так, как он хочет. И семейное пьянство – это особая тема для разговора. Потому что эта проблема сама по себе ставит под вопрос существование института семьи в нашей стране. В следующий раз мы продолжим разговор на эту тему. Я напоминаю, что видео и аудиоверсию программы «Первая натура» вы сможете заказать по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Подробности на сайте Боровских.ру. Сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и с Богом! Субтитры создавал DimaTorzok